Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью журналистам телеканалов ТФ-1 и Франс-2. Интервью проходило в день торжественной церемонии, посвященной 80-летию высадки союзных войск в Нормандии. Журналист Жильбуля напомнил Макрону, что 10 лет назад, уже после присоединения Крыма к России, которые Украина называла аннексией, Путина всё же пригласили на торжественную церемонию, посвященную 70-летию высадки союзников в Нормандии. Но Макрон заявил, что тогда стремление договариваться с Путиным было оправдано, и тогда его приглашение на церемонию являлось законным. «Франция хочет мира», — сказал Макрон, — «но мир не должен означать капитуляцию Украины». Президент Франции опасается, что Россия не остановится на Украине. «Мы уверены в обратном, а Россия находится у наших границ», — заявил Макрон. Также Макрон отметил, что Франция помогает украинцам, но не хочет эскалации войны и ни в коем случае не воюет ни с Россией, ни с её народом. Макрон подтвердил, что Франция готова передать Украине боевые самолёты «Мираж-2000» и предоставить французских инструкторов для обучения 4,5 тысяч украинских пилотов. На вопрос журналистки Анса Фила Пикс о перспективах вступления Украины в Европейский Союз Макрон ответил, что на это уйдёт много времени. «Это даже не вопрос месяцев», — сказал президент Франции. Также в ходе интервью обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. Макрон отметил, что премьер-министр Израиля Нетаньяху вместе с лидерами Хамас, признанной в США террористической организацией, хоть и рискует быть обвинённым Международным уголовным судом, но до сих пор остаётся легитимным собеседником, поскольку ордеры пока ещё не выданы. «Бороться против Хамас, но делать это, соблюдая правила войны. Это то, к чему мы призываем», — добавил Макрон. Также Макрон призвал французов активно голосовать на предстоящих 9 июня выборах в Европарламент и учитывать, что приход ультраправых сил, по мнению Макрона, является угрозой для будущего Европы.